Конец второго дня и казалось бы, что вроде все устали, но на самом деле не устали. Посмотрите на потрясающие наши гости. Это Светлана Лавренко, которая является спикером выставки Метроэкспо 2019. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Как ваше настроение? Замечательно. Расскажите о теме вашего выступления. У меня было выступление, которое понравилось публике. Так. При том, что поначалу было человек два, потом количество увеличилось в разы. Так, а тему выступления вы нам расскажете? Тема у меня очень актуальна. Здоровый образ жизни, мифы и реальность. Так. Ну, если с мифами мы более-менее знакомы, нет, точнее, с реальностью мы более-менее знакомы, вот расскажите нам про мифы. Какие вы оптимисты. С мифами они знакомы, с реальностью знакомы. На самом деле, смотри, мифы создают один человек, достаточно интернета, и в умах людей этот миф живет веками. Например, не нужно кушать соли. А дальше что мы имеем? Кретинизм, потому что мозг — это батарейка, в которой рушит стальной раствор. Что касается и сахара. Если мы не получим сахар, у нас будут проблемы со здоровьем. А когда вы его не получите? Смотрите, у нас сейчас очень серьезно изменился взгляд на здоровую жизнь с позиции федеральной программы, даже демография. Сейчас это называется так. Спорт — норма жизни. Мы идем в зал, мы начинаем тренироваться и начинаем заболевать. Что такое? Повышается уровень эндогенной интоксикации. Мы сидели в офисе целыми днями. А теперь мы пошли тренироваться. А питание мы свое не откорректировали. И даже не знаем о том, что существуют некие питания для здоровья при активном образе жизни. Наша компания Алиавит как раз и разрабатывает такие продукты питания. Это батончики спортивные, которые нужно съесть за 40 минут до тренировки. И спустя 3-4 часа после тренировки они тоже будут полезны. Коктейли, каши протеиновые — это сейчас то, что нужно людям для того, чтобы поддержать свое здоровье при этом активном образе жизни. Но правильно ли я понимаю, что эти батончики и продукты, которые вы предлагаете, они могут заменить традиционный способ питания? То есть если я не успеваю поесть, если я не успеваю съесть первый-второй компот, то я могу съесть батончик или, например, выпить какой-то специальный коктейль и, собственно, пропустить прием пищи? Вы абсолютно правы. Здоровый образ жизни — это не только то, что мы кушаем, а еще режим. Соблюдаем мы его или нет? Если мы пришли домой, отработали, оттренировались, потом наелись, то, конечно, никуда не годится, но да. Это я. Да, да. А генетика берет свое. Но при этом хотела бы сказать, что есть правила, которые не мы разработали, а разработали люди, которые этим серьезно занимаются. Это международное правило спортивного питания. И там сказано, что соотношение углеводов к протеину должно быть 3 к 1. У нас есть это в батончиках. Чем они хороши? Да, вы можете его съесть между приемом пищи. Вы можете его съесть вместо приема пищи. Это полезная сладость при спортивной активности. То, что нужно. Но, Светлана, возвращаясь к теме вашей экспертизы, как отличить миф от реальности? Я скажу это еще раз. Реальность, ее так сложно найти. Вот знаете, в ней нужно покопаться. Все нужно перепроверять. Нельзя верить на слово 100% всему, что мы видим. Нужно слушать профессионалов. Вы знаете, есть питание, которое богато людьми, которые, наверное, еде знают все. Есть компания Leavid, которая в диетологии более 20 лет и создает такие вкусные, такие полезные продукты для здоровья. Это и кистериле Leavid, это и программа питания «Худеем за неделю», только вкусная и полезная еда. Ну, давайте тогда пожелаем нашим зрителям здорового образа жизни. Если вдруг они еще не знакомы с продукцией компании Leavid, то мы пригласим их присоединиться к этому потрясающему здоровому сообществу. Будьте здоровы! Спасибо!